Сам герой Советского Союза Алексей Малышев с детства с особым требитом относился к деревьям. Родился он в большой крестьянской семье, рассказывает вдова Алексея Петровича Фаина Малышева. Рано остался сиротой, около пяти лет от роду. Видимо, сохранились детские воспоминания. Рядом с отчим домом росла раскидистая ива. Ветераны говорят, эти деревья будут расти и символизировать то, как мы когда-то тянулись к победе, так же, как эти молодые побеги будут тянуться к солнцу, и молодежь будет помнить великий подвиг каждого солдата Советской Армии. Лет 40 тому назад в городе Яготини, на Украине, я посадил такое дерево. А сейчас моя дочка каждый раз приходит со своими детьми и любует, что это посадил папу. Вот кто-то нас обязательно вспомнит, что посадили участника Великой Отечественной войны. Конечно, очень приятно, что будет вспомнить нас. Инициатором проведения акции выступила Сочинская городская общественная организация «Сибирское землячество». Поддержали идею многие сочинцы и не только. Скоро в город-курорт приедут символы России – березки. Их привезут ребята из Лаишинской сельской школы. Она является побратимом Сочинской 75-й школы имени Малышева. В 90-летие, которое мы будем отмечать, у него 8 октября в этом году, проезжает кадетский класс школы имени Алексея Петровича. Ну, в общем, проезжает целая делегация. И они привезут 10 березок. И я думаю, что эти березки мы посадим на территории школы, которая носит имя Алексея Петровича. Будет продолжена в районе еще одна хорошая традиция. Это и социальное жилье получат врачи и учителя. Это наш новый микрорайон. Вы уже видите, что мэром нашего города Атолия Пахомова построен детский садик. Красивейший детский садик современного уровня. Естественно, здесь будет и школа в будущем. И, конечно, сейчас строится многоквартирный дом. И 50 квартир, по указанию мэра нашего города, будет выдано социальным работникам. 25 квартир – это воспитателям, преподавателям. И 25 квартир – это медикам нашим. А в целом с 2009 года сочинские бюджетники получили 567 служебных квартир. Елена Всицына, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова